Жители Тверской области вяжут теплые носки и варежки для российских бойцов. Помимо рукоделия, во фронтовые посылки вкладывают сладости и письма, написанные тверичанами, в том числе и школьниками. Письма, рисунки, открытки и поделки наши ребята отправляют для российских военных в зону СВО. Как и 80 лет назад, эти послания становятся своего рода талисманами для наших бойцов. О чем пишут солдатам ученики Центра образования номер 49, прочитала наш корреспондент. Здравствуй, солдат, защитник отчизны, надежда, опора и гордость страны. Пусть будет письмо моего лучиком жизни. Привет вам всех нас с родной страны. Это строки из письма восьмиклассницы Насти. Она их написала еще в октябре, когда акция «Письмо солдату» только стартовала в ряде тверских школ. Простые и очень трогательные четверостишие покорили и учителей, и даже организаторов. Как рассказала школьница, сколько таких посланий она за два месяца написала, уже не сосчитать. Сейчас идет работа над очередным. Письмо солдату – это некая поддержка мобилизованным нашим россиянам, которые пошли воевать за Родину. Поэтому я решила принять участие в такой вот акции. Сейчас акция продолжается. В образовательном центре номер 49 проводятся специальные уроки, на которых ребят знакомят с историей фронтовых письм, с творчеством военных поэтов времен Великой Отечественной. Желающих написать письма на фронт нашлось немало. Оказалось, даже ученикам младших классов нашлось, что написать защитникам Родины. Среди авторов – шестиклассники Вера и Глеб. Нужно помочь нашим солдатам, поддержать их в трудную минуту, чтобы они прочитали наши письма и поняли, что мы помним их, надеемся, что они вернутся с победой. Нужно дать солдатам, что мы их любим и поддерживаем их в трудную минуту, чтобы они прочитали письма и поняли, как мы их любим. Едва стало известно об акции, как ребята тут же проявили активность, рассказывает учитель русского языка и литературы. Задача педагога в данном случае проконтролировать почерк и грамотность. Все остальное только творческий порыв самих школьников. Дети собирают посылки, пишут теплые письма, благодарят солдат. Наша цель воспитывать детей, воспитывать в них патриотизм. Я даже больше скажу, во многих классах родители детей там сейчас на фронте. И поэтому они письма пишут своим папам, дедушкам, братьям. Но это очень трогательно. Сейчас ребята пишут поздравления с Новым годом. Все собранные письма будут отправлены по назначению. Напомним, что юные жители Твери также могут отправить свои письма и рисунки с теплыми пожеланиями через волонтерские организации. Так, недавно целая коробка с детскими письмами и рисунками к Новому году была отправлена в составе гуманитарного груза от волонтерского штаба «Помощь Донбассу» в зону СВО.